Давайте выпьем за единицу. Давай последний. Нет, подождите. Подождите, быстрее. Давай, давай. Как много не надо. Ладно, тихо, тихо, тихо. Наливай, наливай. Что значит много не надо? Да, с днём. День рождения. День рождения. День рождения. День рождения. Давайте. 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 Как вы себе будете брать, давайте переменять за первое. Да, давай. Спасибо. Так, я старалась, поэтому... Как-то не. Не, кладите, конечно. Ну, самый любимый, самый первый. Ну что ж, так тихо. Давайте, давайте, я старалась. Да, да. Поэтому... Нет, сочек. Давай, самовыгримай. Про себя. Вкусно? Старалась. Угу, классно. Вкусно-вкусно. Тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба, капитан Котов Константин Сергеевич. Капитан Власова. Так я как раз вас и жду, голубчики. Пойдемте проведу. Быстро вы повесили. Это Аришечка. Машина сбила пару дней назад. В нашем общежитии жила. Хорошая была девочка. Приветливая. Жалко первокурсники. Только заселились. Уж почти 10 лет работаю. Такого не было. Вот эта дверь. Ой. Судя по рвотным массам и спазмам мышц, были конвульсии. А значит, что? Отравление. Одну в блиц увезли без сознания. Да, день рождения, грустный праздник. Капитан, ты вот это потом все к нам в лабораторию отправь. И вот это, кстати, тоже. Ух ты, интересная СМС-ка. С днем рождения, тварь. Подружка, наверное. Подружка. Именинницу звали Любовь Гвоздева. Праздновала совершеннолетие. Она из города Суворовск поступила по ЕГЭ на бюджетный факультет госуправления. Умная такая. У нее льгота была. Мать-инвалид первой группы. Воспитывала ее одна, и у них доход был меньше прожиточного минимума. Так, вот еще Светлана Щавлева, Мария Думская, Екатерина Любимова, Вячеслав Хитров. Одногруппники Гвоздевой тоже на госуправлении учились. Престижный факультет. Все бюджетники. Смотри, Щавлева и Думская по Чернобыльской льготе прошли. Хитров после военной службы, по рекомендации начальника. А четвертая, которая в больнице? Тоже льготница. Любимова на попечении старшей сестры. Родители погибли пару лет тому назад. Я пообщалась с врачами. Состояние Любимовой крайне тяжелое. И шансов мало. Ну, правильно, при таком-то отравлении. Яд попал в организм пероральный. Смерть наступила сегодня в районе 20-30 часов вечера. Я сделал анализ крови и остатков содержимых желудков. Их отравили крысиным ядом. Доза лошадиная. Но еще могу сказать, что они несколько минут мучились перед смертью. Я пробила, от кого Гвоздева, и пришло сообщение с угрозой. Ну и? Это тоже одногруппница Гвоздева, Елена Давыдова. Тоже живет в общаге. Тоже бюджетница? Нет. На коммерческой основе. У нее отец директор завода в Добинске. Так, ну я не понимаю, почему тогда живет в общаге? И что, папаша не может квартиру снять? Спроси, чего полегче. Сообщение с угрозами, кстати, было не единственное. Давыдова и до этого писала Гвоздевой. Ну, все в одном духе. Я до тебя доберусь, ты еще пожалеешь, ну и так далее. Надо будет Котова с утра отправить. Елена Давыдова! Да. Федеральная экспертная служба. А, капитан Котов. Фэш, Мэс, мне некогда, я на пару опаздываю. Пара вопросов по поводу смерти Гвоздева, еще троих человек. Я тут при чем? СМС-ки с угрозами я писала, писала, к чему ты себя дорогу перешла? Это не ваше дело, я их не убивала. Ага. И не надо меня преследовать. Что? Ну-ка, держи ее! Давай! Нет, я не могу, я не могу, я не могу. Это к нам доставь. Здрасте. Федеральная экспертная служба, капитан Котов. Я знаю, о чем были испачканы руки Хитрова. Это не кровь. Красный пищевой краситель, крахмал и шоколадный сироп. Это смесь для создания бутафорской крови в домашних условиях. Ух ты, а ты умеешь ее готовить? Умею, покажу в следующий раз. Только напомню. По рукам. Ага. Я добавлен в заливную рыбу. Ох, я бы сейчас не отказалась бы от рыбки заливной. Да после экспертизы осталось. Не отказывайся в удовольствие, иди, попробуй. Если мне не изменяет память, ее делают желатином, и на 3-4 часа встают в холодильник, чтобы застыло. Так, распределение яда по структуре заливного равномерное. Следовательно, его добавили тогда, когда блюдо находилось в жидком состоянии. А это можно сделать только в тот момент, когда Гвоздева готовила рыбу на кухне. Слава соседей, праздновать они начали часов в 7. Значит, рыбу приготовили где-то в 3-4. И все это время она стояла и застывала в холодильнике. Значит, кастрюлю отравили днем. Кто бы это мог сделать, а? Оксана, ты хоть раз в общаге на кухне была? Кто угодно и когда угодно мог туда зайти и отравить рыбу. Вот еще что. В торте обнаружено лактулозом. Это что? Слабительное. Да, праздник удался на славу. Надо позвонить нашим и сказать, чтобы они в комнате Давыдова искали слабительное. И что вы меня сюда притащили? Я экономику пропускаю. Не сдам сессию, отец квартиру в центре не снимет. Уроды. В твоей комнате найдено было слабительное. Точно такое же подсыпали в торт именинницы. Это не мое. Ничего не знаю. Знаешь ты все. Соседка твоя мне очень интересную историю поведала. Оказывается, ты влюбилась в хитрого, а хитро выбрал гвоздеву. У тебя ретевое-то заиграло, да, немножко как-то самолюбие. Тогда ты подсыпала. Так что теперь тебе срок светит, а не квартира. Да не нравился мне никогда ваш хитров. Да не бойся, это жирная корова сама придумала, влюбилась в него. На меня бочки катят. А сроком-то меня не надо пугать. Пуганы уже. Ты вообще знаешь, кто мой дядя? Да мне, честно говоря, вообще плевать, кто там твой дядя, тетя, бабушка. Ты по-хорошему-то будешь говорить или как? А если по-плохому, то что, раскаленный свинец мне в рот будешь заливать, иголки под ногти вставлять? Я из тебя буду варить холодец. Ладно. Я подсыпала слабительное в крем для торта. Субтитры сделал DimaTorzok Во сколько это было? Утром, часов в десять. Мы потом с Каринкой на дачу к ее парню поехали. Там везде не зависали. Вот только сегодня вернулись. Можете у нее спросить. Я спрашиваю. Ну, отпустите меня, пожалуйста. Но они же даже до торта не дошли. Я же больше ни в чем не виновата. Вы же, кажется, из одной группы. Враги у них были. Да я не в курсе. Я с ними даже не здоровалась. Дались мне эти ботаны. Я пробила контакты всех пятерых. Подозрительных звонков нет. Друзья, родственники, сокурсники. Судя по разгадам соседей по общаге, эти пятеро все время держались вместе. Ну, спокойные ребята, наруженые лезли. Учеба только началась. Еще просто не успели нажить врагов. Возле двери был мужской волос. Причем крашеный. А где может быть этот комендант, а? Я не знаю. Камеры только в фойле. Нет его здесь. Девушка, спроси. Девушка, простите, вы не подскажете, где мы можем найти коменданта? Нет, не знаю. Че тебе надо? Ребят, сделайте потише, заниматься мешаете. Кнись, дура. Как с девушкой разговаривать? Вас просят, сделайте потише. Спокойнее, дядя. Сказал. Вы сделайте музыку потише, кивните головой. Вот. Во время празднования дня рождения в студенческом общежитии пятеро студентов-первокурсников умирают от отравления. В одно из блюд был подмешан крысиный яд, а праздничный торт был пропитан слабительным. ФЭС узнает, что на телефон именинницы Любы Квоздевой приходили сообщения с угрозами от ее одногруппницы Елены Давыдовой. После ряда экспертиз ФЭС выясняет, что Давыдова подмешала слабительное в торт, но к отравлению, похоже, она не причастна. Кому же тогда помешали студенты-льготники? Явных подозреваемых больше нет. Код передал. Видео с камеры. Так, а вот это явно не студент. 15-42. Ну-ка. 16-28. Ну, актера пропустил. Значит, свой человек. Может, папашка чей? Или чей-то папик в костюмчике. Пижон. Надо котово отправить, пусть узнает, кто этот папик-папашка. Скажите, вы знаете, кто это? А это Ваксин. Эммануэл Антонович. Декан факультет госуправления. Как раз где ребята погибшие учили. И часто он так вам захаживает? Да бывает. Вчера, например, приходил какую-то студентку поздравить с днем рождения. Внимательный. Ваксин работает в универе с лохматого года. Деканом. Уже 10 лет. Кандидат экономических наук. Глубоко женат. Дети, взрослые. Серьезный дядька. Сразу нашего декана вспоминаю. Мировой мужик был. Почему? У нас преподша по биофизике все время ругалась на нас ему. Ну, потому что мы себя плохо ведем, шумим, балуемся. Как-то позвала его на занятия. Так вот, он пришел. Сначала сидел. Он делал вид, что ему интересно. Потом начал играть в телефон, а в конце вообще уснул. Бывает. А я тут в интернете недавно прочитала, как один декан принимал экзамены. В последнем заходила его дочь. И все думали, даст без проблем. Ну и? Выгнала ее. Сказала, что она такая же тупая, как и ее мать. Хе-хе-хе. Входите. Здравствуйте, Эмманул Антонович. Здравствуйте. Добрый день. Мы из федеральной экспертной службы. Я капитан Котов Константин Сергеевич и... Капитан Васов. Слушаю. У нас к вам, собственно, один вопрос. Что вы делали вчера в студенческом общежитии с 15-ти 40-ка до 16-ти 30-ти. Люба Гвоздева поздравлял с днем рождения. Первокурсников надо поддерживать. Я старался найти с ними контакт. Многие после выпуска приходят ко мне. Или вы думаете, я как-то причастен к смерти моих студентов. Ой, простите. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я ей говорю, либо давай, либо я спать. Угостите даму сигареткой. Прикиньте, сейчас в ментуре была. И эти козлы решили, что я эту компашку из 432-ой замочила. Эти бараны, которые тут лазали, тебя загребли? Права еще качели, уроды. Да они вообще знают, кто мой дядя. Козлы. И что такая девчонка-то? Шалава. 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 Это волос Ваксина. Нашли его возле комнаты. ДНК совпадает. Похоже, что не врет. Ты номера пробила? Занимаюсь. А что так долго? Потому что у меня не десять рук. Зато у тебя длинные ноги, можешь быстрее бегать. Да и руки растут откуда надо. А вот это ты на что намекаешь? А вот это интересно. Среди контактов Ваксина есть интересные номера. Вот эти девочки, это студентки с факультета Ваксина. А вот это мамы. Мамы ребят, которые на факультет Ваксина не поступили, не набрали баллов по ЕГЭ. Им звонил Холодов, сказал, что он от Ваксина уточнял по поводу денег. Каких денег? Галина Николаевна, Ваксин за энную сумму предлагал устроить их детей на свой факультет, на бюджет. То есть, семестр же начался? Места все заняты? Были заняты до вчерашнего дня. В нашем морге как раз четверо тех самых льготников. Пятая в больнице, слава богу, пришла в себя. То есть, вы что, хотите сказать, что таким образом он защищал бюджетные места? На нем клейма оставить негде. Мы опросили студентов с его факультета. Почти все признались в том, что он ставил зачеты экзамена в обмен на хрустящую валюту. Наш клиент. Ваш волос найден возле комнаты Гвоздевой. Вы не ходили к ней и не поздравляли ее с днем рождения. Ее божевшая соседка дала показания. Вы решили бюджетные места для других студентов очистить? Боже упаси. Вы предлагали родителям непоступивших абитуриентов решить вопрос за деньги. Что вы ерунду несете? Чтобы почистить места, их проще отчислить за неуспеваемость в конце семестра. А не травить в общаге. Поверьте, чтобы кого-то отчислить, это вообще не вопрос. Зачем вы тогда ходили в общежитие вчера днем? К соседке Гвоздевой ходил, репетиторством занимался, не хотел говорить. Я вроде как неофициально. Вы, конечно, тоже не налоговая, но все равно. У них комната рядом. Зовут ее Нина Нестерова. Я никого не убивал. Я кандидат экономических наук. Вы задержаны. До выяснения. А что, Аля Биваксина? Тебе понравится. Знаешь так, есть там одна студенточка такая, Нина Нестерова. Ну, я к ней так подхожу, спрашиваю. Декан, говорю, у тебя был? Она говорит, да, был. Я говорю, чем занимались? Она мне отвечает репетиторством. Он меня один раз отрепетировал, а больше он не может. Я ей объясняю. Девушка, этот человек подозревается в убийстве. Она испугалась, вот такие глаза сделала. Говорит, кто мне зачет поставит, нормально? Ну, а что, молодец мужик. И удовольствие получил, и алиби себя обеспечил. У нас подозреваемого нет. И что делать? Работать надо, Маргарита. У тебя еще куча неопрошенных студентов. Вот, ты знаешь, тебе не хватает. Развивай оперативное чутье. Вот чем пахнет? Сосисками. Понимаешь? Что опять? С вещами на выход? Дайте хоть поесть-то. В тюрьме поешь. Слушай, вы что, все общаги и кастрюльный склад ограбили? Почему у вас кастрюли одинаковые? В супермаркете акция была две по цене одной. Вот все и закупились. А это вообще не моя, это Люськина из 301. Ты подумала о том же, о чем и я? Если у них, у общаги, одинаковые кастрюли, значит, гвозди вы могли отравить по ошибке. Ну, по-любому отравить кого-то хотели с этого этажа. Давай так, твое крыло левое, мое правое. Нам нужен полный список обладателей таких кастрюлей. Левое, да. ФЭС расследует отравление пяти студентов-первокурсников. Под подозрение попадает декан факультета, где учились отравленные студенты, в Аксин. Выясняется, что он брал взятки со студентов и приторговывал бюджетными местами при поступлении. ФЭС предполагает, что в Аксин мог таким образом освободить места первокурсников-льготников. Но алиби декана подтверждается. Следствие заходит в тупик, но неожиданно выясняется, что у многих студентов в этом общежитии были одинаковые кастрюли. Возможно, яд первокурсникам подсыпали по ошибке. Откройте, федеральная экспертная служба. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, у вас нет такой кастрюльки беленького с цветочками? Одна такая. Спасибо, не уходите никуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас есть светлая кастрюля в цветочек? Есть. Покажите. Такая. А у вас она одна такая? Ну да, одна. Все, спасибо. Откройте, федеральная экспертная служба. А у вас есть кастрюля белая и с этими цветочками? Извините. Пошел. Четыре кастрюли, как у Гвозьев. В трех комнатах не открыли, говорят, на лекциях. Ну, ты их потом проверь, а где? У меня пять. А вот здесь что-то странное, слышишь? Музыка на полную громкость. Не открывают. Да ладно. Ладно, я за ключами к коменданту. А я за понятыми тогда. Да. Так, судорога в мышцах, плотной массы, все признаки отравления. Наши ребята, помнишь? Помню. Наша кастрюлька десятая. Там санитаров надо вызывать. Я запросил в универ личные дела этих троих. Ну и? Глеб Пятнов, 19 лет, студент юрфака. Родители у него не последние люди в Самаре. Тимур Яшин, 19 лет, учился вместе с Пятновым. Жили в одной комнате, материную, директор крупной юридической фирмы. Ну да, повезло с мамочкой. И последний клиент. Евгений Шоцкий, 20 лет. Это учился на экономическом, но он скорее числился, у него одни прогулы. В общем, ребята жили в свое удовольствие и в общаге. Никакого контроля родителей. Нарвались, называется. Ну, я бы сейчас тоже бросил бы все. И вот на партненького вообще. Знаешь, как хорошо там? Песня под гитару, водочка, селедочка. И девчонки симпатичные. Скорее, транс за стенкой, перегар с утра и два крокодила под боком. Ну, вот как всегда. Нашу понечтать не даешь. И ты жена. Тссс. Галь, Селиванов. Да, я закончил вскрытие. Ну, все то же самое. Все трое отравились крысиным ядом. Смерть наступила сегодня в районе 10-10.30 утра. Да. Краска, шоколадный сироп и крахмал. Толстат такой же, как был на руках хитровый. Это бутафорская кровь. Ты ж бы тебя просила напомнить. Помню, помню. Ну. Держи. Смотри, учись. Смотри. Ну, правда, как настоящее. Угу, круто. Развлекаетесь? О, работаем. Ну да, я вижу. Это из комнаты Яшина. Пятнового и Шоцкого. Вся общага рассказывает, что они специализируются на жестоких шутках. Достали их приколы. Всю общагу. Ну, это. Разбирайтесь. В Якутске задержаны двое студентов, которые устроили факел из своего собственного преподавателя. Они в буквальном смысле сожгли женщину, предварительно напоив вином со снотворным. Что стало причиной расправы, расскажет Алексей Синько. Страшно жать, правда? Видео называется «Последний день рождения». Пошли отсюда. Пошли отсюда. Уроды! Вообще красавица. Теперь я понимаю, откуда на руках Хитрова была бы таворская кровь. Эти шутники, видно, крепко достали кого-то. Это их хотели отравить. Гвоздева и ее друзья погибли по ошибке. Значит, вот здесь жила Гвоздева. У нее была кастрюля с распродажей. На этом же этаже через несколько дверей жили Пятнов, Яшин и Шоцкий. У них тоже была кастрюля с распродажей. Верно. Кухня у них общая. Соответственно, вполне вероятно, что убийца в первый раз просто перепутал кастрюли и случайно подсыпал яд в кастрюлю Гвоздевой. А потом убийца решил завершить свое грязное дело и отомстить обидчикам. Их, между прочим, ненавидела вся общага. Да, 500 человек. А то и больше. Иди сюда, что покажу. Пятнов с компашкой выкладывали видеозаписи своих приколов в интернет. В совокупности больше миллиона просмотров. Не кисло. Ну что, посмотрим? Идиот! Да, не хотела бы я так просыпаться. Зато гарантия, что больше не заснешь. Они еще трусы и волосы в ногах поджигали. Ну, хорошие, в общем, ребятишки были. Душевные. Я только не понимаю, откуда такая жестокость? Ну, это результат искажен на стремление к самоутверждению и недостаток воспитания в детстве. Ну, я в детстве младшую двоюродную сестру из води. А это в умещении агрессии на более слабом говорит о закомплексованности личности. Тоже мне психоаналитик нашелся. Обращайся, если надо. Недорого беру. Да нет, уж спасибо. Обойдусь. Смотри, что я еще нашел. Подожди, подожди. Мне так больше нравится. Ты где? Получила овца! Красавчики! Жалко ее. Она не первая. Прикинь, сколько народу хотел бы травануть. Двести три ролика. Ну, не меньше половины, а то и больше. Поздравляю коллегу, у нас вновь есть подозреваемые. Это только то, что успели закачать на сайт. Это только то, что успели закачать на сайт. Возможно, что-то еще на телефонах осталось. Сейчас гляну, что-то любит новое. Паразит. Ну, это чисто. Хотя есть одно удаленное. Попробую восстановить. Есть контакт. Было записано неделю назад. Идиот, выключай, линяем! Ну что, новости есть? Надо запрос сделать, узнать, кто она. Знакомое лицо. А, это же ее траурное фото висит в общаге. Кажется, ее Ариной зовут. Машина сбила. Ее не просто сбила, ее напугали. Три идиота. Надо срочно отправить запрос в местное УВД. Арина Мурзаева, студентка того же вуза. Возвращалась вечером в общежитие из кафе, где подрабатывала. На Шавлинской улице ее сбила машина. Мурзаева скончалась на месте. Из показаний водителя она вылетела на дорогу из арки. Он не успел затормозить. Открыто дело. Но следователь также склоняется к версии о несчастном случае. Галина Николаевна, за 10 минут до гибели погибшая звонила Ивакуму Дмитрию. Я пробил у оператора. Тоже студент? На политологии учится. ФЭС расследует отравление пяти студентов-первокурсников. Отработав несколько версий, следователи понимают, что преступление было совершено по ошибке и отравить хотели совсем других людей. Вскоре находятся и настоящие жертвы преступника. Еще трое студентов также найдены отравленными в своей комнате. Главной становится версия мести. Троица была широко известна своими жестокими розыгрышами. Жертвой одного из них стала неделю назад Арина Мурзаева. Напуганная в подземном переходе шутниками, она выскочила на дорогу и попала под машину. Кто мог отомстить за нее? Все следы опять ведут в общежитие. В Петербурге этой ночью сотрудник полиции... Предъявляем пропуска в развернутом виде. Предъявляем пропуска в развернутом виде. Ой, простите, не признала. Скажите, вы его знаете? А это парень с пятого этажа. Он Аришеньку каждый день с работы встречал. Вежливый такой парень. Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Котов Константин Сергеевич, Федеральная экспертная служба. Капитан Власова. Кто так разукрасил? Упал. Скажите, а где вы были сегодня утром? На лекции. А позавчера днем? Тоже на лекциях. Мы проверим. Можно вашу комнату осмотреть? Милости просим. Сосед ваш где? На работе. До вечера сегодня. Значит так. Вещи ваши мы изымаем. Да и вы. Собирайтесь. Поедите с нами. Так, друзья мои, где у нас улики по последним трем трупам? Борь. Да. А у потологоанатомов существуют какие-нибудь профессиональные суеверия? Нет у меня никаких суеверий. Одно могу сказать точно. Ни один потологоанатом не будет скрывать человека, которого знал при жизни. Мы тебе это удовольствие не доставим. А я вот слышал историю, как двое приятели отмечали день рождения и прилегли на секционные столы. И вскрывали их после ДТП через месяц. Именно на этих столах, куда они прилегли. В твоей практике были такие случаи? Андрей, ты че ко мне пристал? Тебе че, заняться нечем? Оксана, скажи ему, че он ко мне? Сидит и пристает. Все, нашел. Че ты? Сидишь и пристаешь? Да я могу встать и приставать. Какая разница-то? Просто спросил. То есть говорить не будем? Решите. Решите. Все впадает. Это ведь Петнов с дружками вас избили, так? Я хотел, чтобы они пошли в полицию и написали честное сердечное. Это они убийцы. Дай ему по печени. Да вы уроды виноваты. Из-за вас Арина погибла. Или вы идете к Миннам, или я его сам сдам. Придурок, ты че несешь? Вали отсюда по-хорошему. Да вы ее убили. А почему вы решили, что они виновны в гибели Арины? А я видел. Я все видел. Идиот, выключай, валим. Почему вы в полицию не вызвали? А что бы я им сказал? Как из арки выбежало трое недоумков? И что дальше? Вы знаете, кто их родители? Там вообще без вариантов было. И вы решили вершить суд сами. На вашей одежде обнаружены микрочастицы крысиного яда. Того самого, которым были отравлены восемь человек. И на лекциях вас не было. Ни вчера, ни позавчера. Мы проверяли. Я ошибся. В первый раз. Пострадали невиновные люди. Пострадали невиновные люди. Пострадали невиновные люди. Смерть четырех студентов вас не остановила Вы решили довести дело до конца Отравить обидчиков Они заслужили это Девочка, за жизнь которой боролись врачи На всю жизнь осталась инвалидом И это тоже на вашей совести Самое главное, что моя совесть перед Ариной чиста Она тоже хотела жить Я ей кольцо купил Предложение не успел сделать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok